Внимание друзья! Начинаю очередную трансляцию. Вот надо бы эту серию фильмов знаете как назвать? Небольшую серию из женских фильмов. Вот просится крылатого выражения нас не догонишь и кого не догонишь. А вот этого товарища. Это у меня особая папка фото плодов железа. Вот это невиданная, невиданная на всю Россию папка, потому что ни один научно-исследователь не имеет ничего подобного. А это простые садоводы, которые имеют образование, не имеют образование. Вот или научились только того, чему учил их я. И хорошо, что они не знали раньше ничего. Это особый разговор. А лучший из лучших... Ну вот, я вас представлю. Вот один из лучших из лучших. Вот. Так. Ах ты, ёлки-палки. Сейчас, 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 сейчас. Так. Куда-то я не там ищу. Ага, вот он. Один из лучших лучших. Макар Русей Иванович. И сразу даю его адрес. Он этого не боится. Но при нынешнем плохом состоянии делся удовольствие. При том, что большинство руки опустило. Интерес падает. Вот. Денег у людей мало. Ездить к Ивану, к Алексею Ивановичу за саженцами. Надо его ещё и раскручивать, чтобы его уникальные саженцы продавались. Я не стесняюсь этого. У меня в Сибиряка конкурентов нет. Моя задача. Страна должна покрыться такими питомниками, как у Макару Алексея Ивановича. Из деревни Скрипорова. Их должно быть сотни и тысячи. Иначе мы не выживем. А южные саженцы, которые обречены на смерть. И которые разоряют буквально садоводов. Небогатых. Вот. В которых каждую весну начинается обострение. Вот. Ещё раз говорю. Нам нужно сотни и тысячи таких питомников, как у Макару Алексея Ивановича и Андрея Лизова Сергея, моего сына. Поэтому мы будем продолжать. Итак. Эту серию я, возможно, назову. Нас не догонишь. И что дальше? А дальше вот что. Вот это вот. Моя с ним переписка. Растянем на несколько небольших фильмов. И вы ещё увидите его живьём. А пока слушайте его голос. Напоминаю, Алексей Иванович, ты один из лучших садоводов в России. Если не делить на профессионалов и на любителей. И ты ещё к тому же станешь выдающимся, но извини. Потом, когда начнёшь работать в райском саду, надеюсь, это случится очень-очень скоро. Тогда тебя ждёт ещё и Владивичный садовод России. А пока продолжаю удивлять Россию. Здравствуйте, Валерий Константинович. Привет из деревни Скрипорова, Макарова. Вчера прослушал вебинар ваш. И который раз уже приходится вам объяснять людям о том, что муравьи, бедняги, в сочетании с тлёй, приносят огромный вред. Сколько раз вы уже говорили, что никто не замечает, как муравьи гонят эту тлю наверх. Но как им ещё это доказать? И я вспомнил, прошлым летом я даже делал какую-то запись, может быть, даже она у вас есть, когда я случайно услышал мощный гул в своём питомнике, который переходит в сад. У меня очень густо были посажены персики. Я услышал гул. Думаю, странно. В чём дело? Поднял голову и увидел ос. Хотя давно никакого цветения нет. На пчёл подумать было нельзя. И я увидел, что осы трескают тлю. И одного муравья рядом я не видел. Тля появилась в связи с тем, что загущенные посадки, а тут ещё сырость, то ли дождь был, то ли я молодняк поливал. В общем, такое дело. Было много тлей, и она буквально появилась в один день. Мгновенно. Распространяется быстро, размножается тоже, потому как я постоянно за садом слежу. И на эту тлю налетело очень много ос. Стоял мощный гул. Муравья ни одного рядом не было. Не муравьи туда её принесли. Просто муравьи не поспели за осами. Осы тоже, как и муравьи, любят сладенькое. Как виноград, так и всё такое. Вот ещё одно доказательство, что тля живёт сама по себе. А муравьи это следствие. Следствие, они тоже питаются сладким. Вот и всё. На этих персиках не было ни одного мурашика. Ну, тлю, конечно, осы съели, мне помогли. Муравьи так и не поспели. Это вот одно доказательство из моей практики. Спасибо вам за вебинар. Спасибо вам за то, что вы не забываете нас. Спасибо вам за такой вклад мощный. Что бы я без вас сделал. Всего хорошего. Друзья, это вам спасибо. Поддержки, что бы я стоил в одиночку. Так, друзья, это, наверное, ещё маленький мой комментарий. Итак, полностью присоединяюсь к предыдущим лораторам. Итак, значит, я около 40 лет наблюдаю за тлю, разносят тля с крылышками их мамы. Вот, как правило, ни одного муравья рядом нет и близко нет. В это время они отсиживаются и надеются, что их никто не будет жрать. А дальше, это серьёзный фильм, это диалог. Поэтому я вынужден его продлить. Как я его продлю? Внимание! Ненависть к муравьям страшная, смертельная для муравьёв и для садов, подчёркиваю. Ненависть смертельна для муравьёв и для садов. Итак, 2022 год. Внимание! Вот. Алексей Иванович, как хорошо, что я не один. Спасибо вам огромное. Весна 2022 года. Вот. Теперь мои наблюдения. Боже мой, какое страшное время мы живём. Ненавистью пронизана всё. И природа пронизана веновистью. Смотрите, друзья, держитесь за стулья. Враги муравьёв. Ещё раз говорю, ненавистью всё проникнуто. Огромное количество придуманного яда химикатов. Плюс солярка, плюс уксус. Чего только нет. По центральному телевидению показывают эту ненависть. Дважды на центральном телевидении уничтожали муравейники. В одном случае уксусом. А в другом случае всё, что на лесу муравейник, что сыпали, лили. Не соображая, что они в лес зашли. Они не нашли путнего муравья. Видимо, искали, не нашли плодовых этих самых садах. И вынуждены пойти в лес. Вот такой обхват. Старое дерево лет 50-70. Муравейник почти по пояс. И они его уничтожали. За это в любом нормальном государстве заплатили бы такой штраф. И уголовное дело. А у нас сошлось рук. Научили. А я вас буду учить обратному. Мы с Макаровым. Итак, я сфотографировал только одно дерево яблонь. Вы видите вот это вот? Это ранняя весна. 6 мая. Я в Сибири живу. Для меня это ранняя весна. Только распустились. Еще не засвели яблоньки. Вы видите этого? Показывать ближе или как? Вы видите Божью коробку? Тлю видите? Дело в том, что вот это время, когда в природе идет равновесие. То есть самоуничтожение. Потому что природа себя спасает. Одно фотографии. Нигде не повторился. Следующее соцветие. Это молодое дерево. Ничего не видите? Я не нашел ни одного соцветия без этого. Без Божьей коробки. Третье. Четвертое. Пятое. Любуйтесь. Шестое. Седьмое. Аж два. Восьмое. Девятое. Видите? Глаза разуйте. Десятое. А я говорю, эти мараевы ненавистники. Одиннадцатое. Двенадцатое. Тринадцатое. Видите? Нет? Разглядели? Четырнадцатое. Пятнадцатое. Шестнадцатое. Семнадцатое. Восемнадцатое. Девятнадцатое. Все. Там их было порядка, ну, может быть, двадцать. Может быть, на одном не нашел. Нет. На всех девятнадцать все были до единого. А это случилось невероятно. Вот. За последние годы, чтобы продать ядохимикаты, придумали врагов специально. И ради эти торгаши, эти предатели, эти люди, в лучшем случае, тупые просто, которые хотят заработать и не ведают страшную правду, что они, муравьев, уничтожают природу, уничтожают защитников, главных защитников. Вот. Алексей Анатольевич, спасибо огромное. Вместе мы сила. Вот. Можно и так назвать. Можно назвать. Вас не догонишь, потому что по результатам, по результатам ваших работ, ваших наблюдений, я чувствую себя не одиноким. Знаете, как это важно? Укрюмое молчание науки. Вот. Торгаши торжествуют. Или так назвать фильм? Торгаши торжествуют. Не знаю. Но разволновался. Заканчиваю. Меня сжигают эти фильмы. Укорачивают мою жизнь и удлиняют. Всё. Ещё будет несколько фильмов с вашим участием.